Господи, поди! Беседность сегодня для нас затоустова на путьстве апостола, когда посылала Господь на проповедь. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. И так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Не смущайтесь, говорит он, что я вас посылаю, как овец, среди волков, и повелеваю, чтобы вы были, как голуби. Я мог поступить иначе. Я мог не пропустить претерпевать вам какое-либо зло и не предавать вас, как овец, волкан. Я мог сделать вас страшнее львов. Но лучше этому быть так. Это и вам приносит боли и славы, и мою возвещает силу. Такова моя воля относительно вас. И так, когда Господь говорит, вот я посылаю вас, как овец, он давал им разуметь, не унывайте, я знаю, мне совершенно известно, что вы в особенности, поступая таким образом, не будете никем побеждены. Далее, чтобы они сколько-нибудь и сами содействовали, чтобы не все казалось делом одной благодати. И чтобы не подумали, что они получают венцы ни за что, говорить, будьте мудры, как змеи, и просто, как голуби. Но поможет ли нам, сколько-нибудь скажут, наша мудрость в таких опасностях? И можно ли иметь какую-либо мудрость, когда нас обуревают такие волны? Сколько бы овца мудра не была, но что она может сделать среди волков, и притом среди такого множества волков? Для бессловесных тут нет никакой пользы, а для нас польза великая, величайшая. Но посмотрим, какая здесь требуется мудрость. Мудрость змеидная, как змей, ничего не пережет, и когда самое тело его рассекает на части, не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову. Так и ты, говорит Христос, все отдай, и имение, и тело, и саму жизнь, кроме веры. Сохрани веру. Как змея сохраняет только голову, а тело потом нарастает у нее, если даже по самую голову почти отрубит тело. Нарастет. Так и вы, говорит, когда все отдайте, все требует, но сохраните только веру. Вера есть слава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большей славой. Помни, как много страдали и нео? Все потерял. И сыновей, и все богатство, и здоровье даже потерял. Гнил. Но веру сохранил. А сохранил веру, потом все приобрел еще с избытком. Несколько раз еще увеличилось его, и богатство, и дети родились. Вот почему Господь и повелел быть им не простыми только, и не злобливыми, и не мудрыми только, но совокупил и то, и другое, чтобы из того и другого составилось добродетель. Он требовал змеиной мудрости для предостережения от опаснейших поражений, а глубинного не злобия для предотвращения мстительности за обиды и отплаты за наветы. Потому что нет никакой пользы и в мудрости, когда она не соединена с не злобием. Аминь. С миром Божьим. Аминь. Аминь.